И лучшие комментарии, как по мне, написали пользователи Холодок и Кон. И да, Холодок написал, в принципе, то же самое, что и многие другие, но он-то сделал первым, поэтому именно он попал в ролик. А сегодняшний вопрос мой таков. Как вы узнали о Сампи? Мне будет действительно интересно почитать ваше мнение, ну а лучшие, или просто которые мне понравятся истории, попадут в следующий ролик. И перед началом бомбить на меня, что это за ерунда, что ты вообще начал снимать? Сначала посмотрите первую часть. Ссылочка на неё будет первая в описании, и вот только после просмотра её смотрите этот ролик. Окей? Тогда погнали. И сегодня медовый спас. Логично было бы, если я сделал что-то связанное с мёдом, но нет. Сегодня будет вторая часть рубрики «Захрани шейкинг». Поехали! Приветствую всех, это вторая часть рубрики «Захрани шейкинг». Сегодня я покажу вам, как экономить свои денежки, но сделаю это уже на проекте «Даймонд». Ну что ж, я думаю, что у многих был такой конфуз, когда они теряли ХП. Сейчас я это вам продемонстрирую. Вы можете потерять свои ХП, наткнувшись на какого-то гетто-тащера или спрыгнув откуда-то, например, с этого места. У меня 95 ХП. И давайте представим, что у нас сейчас не фул ХП. И что мы будем делать, чтобы пойти и восполнить их? Первый способ — это купить аптечку. Да, можно либо купить одну аптечку за 150 в бизнесе, либо две в 24 на 7. Но смысл нам покупать две, если нам нужна одна аптечка, то и стоимость ее будет 150 баксов. Представляете, целых 150. То же самое в больнице. Если пойти туда и вылечиться, то мы потратим дохренища денег. Потому что многие врачи лечат по НРП, опять же, за 150 баксов. И вам должно сильно повезти, чтобы встретить врачаж, который вылечит вас за дешево. Или ждать воскресенья, чтобы вылечиться за 1 бакс в день здоровья. Но, ребятки, нам-то это не нужно. И мы будем покупать, ребятки, шаверму. Да-да, именно ее. Она стоит очень дешево, всего лишь 50 баксов. Покупая ее, мы восполним наши ХП, если их было очень мало. И даже если у вас было одно ХП, вы все равно, съев эту шаверму, восполните их до фула. И представляете, если не покупать аптечки, а покупать шаверму, мы с каждой покупки будем экономить 100 баксов. А представляете, 100 раз. Мы сэкономим 100 раз, и у нас уже получится 10 тысяч. 10 тысяч баксов просто из воздуха, представляете? Это равносильно тому, что вы сначала покупали бы аптечки, а после вам чувак подошел бы и дал 10к. Представляете? Это довольно-таки полезный способ, как мне кажется. И он заслуживает лайка. А если вы не хотите больше такого зашквара на моем канале, то ставьте лайк. В смысле, я хотел сказать, если вам понравилась эта рубрика, обязательно поставьте лайк, чтобы она выходила чаще, как минимум 2 раза в год. Ну, не чаще, да. Это просто очень затратное шоу, на него мы тратим очень много денег и очень много времени для съемки. По этой причине она будет выходить очень редко. Ну и так, вы сможете за это время сэкономить просто бешеные бабки. Поэтому просто покупайте шаверму, и все у вас будет хорошо. А еще вы будете жирными. Ну, это уже совсем другая история. Там тратить на это я потратил, наверное, ну тысяч, наверное, 10, даже, наверное, побольше. Три баллончика больших я купил. Это 9к. И 1к. И 1к.